9 октября Кубань вспоминает день освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. В этот день мы чтим память героев, павших за нашу малую родину. У мемориала «Вечный огонь» состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие руководство администрации края и города, а также руководители профильных ведомств. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, мероприятие принял в участие руководитель отдела религиозного образования и ретихизации Протерей Александр Игнатов. Участники мероприятия почтили память погибших в минуты молчания и возложили цветы к Вечному огню. В истории Краснодарского края это были 442 дня тяжелых боев, страшных испытаний, боли, страдания, героических подвигов, которые шаг за шагом, минута за минутой приближали наших земляков и всю страну к этому радостному событию – освобождению. За это время фашисты убили, замучили, угнали в Германию более 93 тысяч женщин, детей и стариков. Около 300 тысяч солдат отдали свои жизни за свободу родной из Губани. Это сражение стало вторым по продолжительности Великой Отечественной войне после 900-дневной обороны Ленинграда. В завершении парадным строем под духовой оркестр прошли кадеты, курсанты, казаки. В музыкальном театре состоялся торжественный праздничный концерт, на который были приглашены представители общественных объединений, казачества, молодежных организаций, ветераны СВО. В выступлении приняли участие кубанский казачий хор, сводный хор муниципальных образований края, а также творческие коллективы учреждения культуры Кубани, которые в формате театральной постановки и исполнением патриотических песен рассказали о ходе военных исторических событий. Физ Кузьмич, докладывай. Хай лучше, сын доложен. Есть приказ немецкого командования о вывозе зерна, об эвакуации крупного рогатого скота, около тысячи колов. Мы гордимся подвигом защитников Кубани. Мы благодарим воинов, которые противостояли захватчикам. Мы склоняем головы перед живыми и перед теми, кого уже нет. Будем помнить подвиг нашего народа, победившего фашизм. Пусть их пример придает силы и крепость духа бойцам, защищающим рубежи нашей Родины сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok